Всем привет! Вы на канале SEO Quick и мы сегодня будем обсуждать, как мир переживает уже третью неделю, даже уже четвертую неделю карантина, как на это реагирует бизнес, в России, например, что ожидается, чего люди боятся, как, собственно, стоит ли вкладывать в SEO деньги или нет. Это ключевой вопрос, который мы сегодня рассмотрим и постараемся ответить на него максимально детально. Итак, сегодня будет обзор свежей прессы, мнений, стоит ли вкладывать деньги в SEO сейчас или нет. Начнем, конечно же, мы обзор свежей прессы с известной статьи на блоге Serpstat. На блоге Serpstat есть общее мнение практикующих SEO специалистов и экспертов и мы сейчас по нему пройдемся. Итак, карантинный коронавирус влияет или повлияет на SEO интернет-маркетинг? Что делать и к чему готовиться? Итак, редактор блога Serpstat, вот, собственно, дает мнение, собственно, в связи с наступающим мнением коронавируса, собственно, она и собрала все мнения от известных блогеров и дала, от известных SEO-шников и дала ответ на эти вопросы. Ну и, собственно, все говорят, почему коронавирус черный лебедь мировой экономики, да, это, ну, так называют, неожиданные события. Ну и, собственно, что к чему ведет? У многих бизнесов действительно обвалились трафики, у многих бизнесов попросту упали позиции. И из-за этого у многих бизнесов серьезные проблемы с продажами. И если мы сакцентируем на этом внимание, то у большинства клиентов действительно сейчас есть обвал по органическому трафику. Итак, давайте посмотрим на примере реальных сайтов и статьи, ну, собственно, Serpstat, посмотрим на самом деле, что изменилось, какие бизнесы это коснулось. Собственно, действительно, он, посмотрим на некоторые бизнесы, да, собственно, на чем они говорят, владельцы бизнеса смотрят, да, потрясли мировой экономик. Например, Amazon, крупнейший e-commerce и Disney, они действительно пострадали, но в то время как Amazon, можно посмотреть, что он удерживает свои позиции, да, в то время как Disney прилично таки обвалился. Или, например, если сравнить Netflix и Expedia, да, два разных онлайн-сервиса между собой, и мы видим, что у Netflix безумный прирост, а у Expedia безумное падение. То есть на самом деле, что сделал коронавирус? Он изменил ситуацию на рынке среди конкурентов. И мы заметили, это не только просто так, мы заметили это на разных сайтах, которые просто, вот есть у нас доступ к мастеру, с которым мы работаем, нашими клиентами, и решили посмотреть результаты. И как мы видим, вот один из сайтов, который занимается непосредственно автобизнесом в Украине, у него наоборот произошел в марте безумный подъем. То есть до этого, как говорится, коронавирус его держал на уровне, но потом начался подъем. То есть на самом деле спрос на авто, на автоаксессуары подрос, и точно так же сейчас на авто действительно спрос, потому что транспорт не ездит, на авто ездят, обслуживать авто нужно, и спрос на отдельные товары возрастает. Следующий товар, это следующий сайт, это сайт по уборке в Москве, то есть сервис по клинингу в Москве. Точно так же начал, вроде бы казалось, он имел низкие показатели по гуглу, но внезапно начал расти. И начал расти довольно-таки резво. Следующий сайт, который мы рассмотрим, это сайт, который занимается в B2B сегменте, он занимается связанной с документацией, с разрешительными документами в Украине. У него же ситуация наоборот, он резко подскочил и сейчас просел, просел по причине действительно спада деловой активности. Следующий сайт, который мы смотрим, это стоматологическая клиника. На удивление, стоматологическая клиника трафика не подрастеряла и работает и до сих пор. Хотя на самом деле там есть определенные особенности, некоторые клиники закрылись, но некоторые продолжают работать. Точно так же касается, вот например, клиника по улучшению зрения, по лечению зрения, офтемологии. В итоге бизнес закрылся, ну как бы временно закрылся и спрос на, как говорится, в поиске упал. Сейчас люди меньше интересуются, действительно глазными проблемами, в то время как зубы действительно волнуют всех. И если вы сидите на карантине и у вас заболели зубы, вы все равно будете искать клинику и идти к своему врачу. Яркий пример B2B сегмента, это продажа металлолома. Здесь мы видим полное отсутствие каких-либо колебаний, трафик держится на уровне и ничего не обвалилось. И конечно же бизнес, связанный с работой в Китае, он начал падать в январе и фактически сейчас держится на уровне, но начинает обратно подниматься, потому что в Китае вернулась деловая активность. И это значит, что на самом деле спрос на этот вид товаров, как говорится, никуда не делся и остается. Поэтому, если вы обратите внимание, то здесь можно увидеть, что бизнес еще наоборот начнет набирать обороты. Какие выводы можно сделать? На примере случайно выбранных сайтов в вебмастере Google я могу сделать определенные выводы. Например, коронавирус не похоронил бизнесы, то есть я не вижу плату, я вижу, что он изменил порядок каких-либо бизнесов на конкуренции. И это значит только одно, что сейчас бросать деньги на маркетинг, то есть не вкладывать деньги в маркетинг, это будет большой и прибольшой ошибкой. Как мы говорили, какие ниши бизнеса действительно серьезно могут пострадать? В первую очередь я бы обратил внимание, что люди сидят в основном дома, работают удаленно, редко выходят куда-то, кроме как за покупками. И эта причина не в том, что люди действительно боятся заразиться коронавирусом, а потому что такие ограничения вводят государство и власти. И за счет того, что эти ограничения вводятся, вынужденно меняется поведение потребительской аудитории. И таким образом меняются потребительские предпочтения. Соответственно, практически выпадает сфера развлечений, типа как кинотеатры и кафе, то есть они полностью выпадают. Но при этом они не выпадают совсем полностью из ниши бизнеса, то есть они не мертвы, они могут вполне себе существовать и жить. И, например, конечно же пострадают офлайн бизнесы, определенные офлайн магазины, в частности мы имеем в виду, например, продажи мебели. Они действительно серьезно пострадали, они закрыты, они не работают, продавцы сидят дома и у них серьезная с этим проблема. И из-за этого, собственно, мы можем сказать, что да, некоторым видам бизнеса действительно сейчас тяжело. И им нужно будет готовиться к тому, чтобы вовремя восстановиться и вовремя ворваться на этот рынок, когда спрос и когда потребители выйдут действительно обратно. Уже с похудевшими кошельками снова выйдут покупать. Если же вы сосредоточены на сегменте товаров, которые дорогие, то вы можете не волноваться, ваш клиент не обеднеет после карантина и сможет также покупать. То есть если вы офлайн магазин каких-то люксовых вещей, вы можете сейчас разыгрывать все что угодно, промокоды, делать скидки, предлагать какие-то акции, дарить подарки, все что угодно. Это можно все делать сейчас, потому что ваш люксовый клиент никуда не денется, он не обеднеет безумно сидя дома. Более того, если он там еще и работает удаленно, то он вообще не почувствует наличие карантина в своей жизни. Он просто запомнит его как необычное событие, никак не потрепавший его кошелек. Но если вы офлайн магазин, который заточен на средний доход, либо ниже среднего, то вам действительно сейчас будет очень трудно. И вот здесь постараюсь, конечно, чуть-чуть уделить внимание, как действительно для этих видов бизнеса рекомендуют подготовиться. Ну, собственно, те газеты, которые мы сейчас будем, онлайн газеты будем рассматривать. Давайте посмотрим правде в глаза. Лучше всего нам по этому подскажет Google Trends. И в Google Trends мы сможем посмотреть, действительно, а что сейчас поменялось за то время, с того момента, как карантин начался и, собственно, что происходит сейчас. Давайте посмотрим, на что сейчас действительно растет спрос. Я вижу, что сейчас, уже с марта месяца, активно растет тема на курсы онлайн, поисковый запрос и дистанционное обучение, поисковый запрос или общую тему. Что это значит? Люди сидят дома, люди смотрят YouTube, люди ищут чем бы себя занять, чем бы пообразовать самого себя, действительно посмотреть какой-то полезный обучающий контент. И все, что связано с темой курсы онлайн, обучение онлайн, что-то подобное, дистанционное обучение, это то, что люди будут гуглить, и это сейчас на пике популярности. Поэтому, если вы смотрите сейчас это видео, бросайте все, возьмите ваши статьи на вашем блоге, на вашем сайте, попытайтесь их рассказать на камеру, как я сейчас это делаю. И действительно, сделайте себе наконец-то сейчас на пике популярности обучающие курсы. Это более того, это безумно полезно будет для вашего бизнеса, потому что вы заявите о себе, так же, как сделали мы. Если вы нас смотрите впервые, не забудьте, конечно же, нажать на колокольчик, я буду только от этого рад. И подписаться не забудьте, конечно. То есть, вы видите, что именно вот обучение вот по этим направлениям, оно видно, что люди действительно активно интересуются темой. Вот в Украине, можно посмотреть сейчас по России, например, посмотреть сразу же, сравнить, посмотреть, действительно, тема обучения и курсы онлайн, дистанционное обучение, сейчас набирает безумной популярности. И это факт, вы должны понимать, что это действительно факт, и тема будет расти. Например, вторая тема, курьерская доставка. Обратите внимание, то есть, вы когда сравниваете темы, да, кстати, очень важно сравнивать темы, поисковый запрос и курьерская доставка, тема. То есть, можно сравнивать между собой равнозначные понятия, но в целом ничего не меняется. То есть, если даже выбрать тему, особо ничего не меняется. Мы видим, что курьерская доставка, например, и тема самовывоз, запрос самовывоз, они примерно идут на равных. Но самовывоз сейчас теряет популярность, но курьерская доставка, как ожидаемо, будет на пике. Но они идут примерно вровень, это значит, что люди до сих пор еще любят погулять, могут прийти забрать что-то с самовывозом, либо что-то курьерской доставкой. Что это значит? Если вы местное кафе, переориентируйте себя на самовывоз, самовынос, чтобы клиенты могли приходить и забирать ваши блюда домой. Сделайте на них наконец скидку, вам же не нужно обслуживать огромный зал, вам нужно всего лишь готовить и выдавать блюда. Прорекламируйте это, кафе не закрывается. У меня вот здесь в городе, где я живу в Одессе, все кафе работают, можно зайти и забрать блюда с собой домой и дома их вкусные блюда поесть. Я понимаю, что да, уже нельзя пойти в кафе, там заказать кофе, там посидеть, но их вкусные блюда, пиццы, то есть бургеры, все это можно забрать с собой по очень хорошим ценам и даже со скидками. И многие это активно пиарят, активно делаются акции на отдельные там суши скидки, на отдельные там блюда. Поэтому если вы еще думаете, чем себя занять, да уже давным-давно конкуренты забирают у вас попросту продажи, так что сосредоточьтесь на этом. Видите, и курьерская доставка, и самовывоз, они работают. Даже если вы не можете себе позволить курьеров, сделайте самовывоз, оно сейчас в тренде и сейчас это набирает действительно популярности. Следующий, да, кстати, посмотрим сейчас по России тоже параллельно, чтобы понимать. То есть я сейчас смотрю, вот при вас делаю этот ролик и одновременно смотрю. В России тоже эти темы набирают безумной популярности. Самовывоз ожидаемо немножко упадет, но курьерская доставка набирает действительно пик. Успейте нанять себе курьеров, обеспечьте клиента поток курьерами, наймите время на курьеров, обеспечьте их там всеми средствами защиты. Обязательно учтите, маски курьеру не нужны. Курьеру нужен респиратор, желательно класса FFP2 или FFP3. Для того, чтобы он, контактируя с людьми, не заразился и не заболел и не разносил заразу. Поэтому однозначно обеспечьте его респираторами. Пускай у вас будут запасные фильтры сменные, несколько респираторов для ваших курьеров. Уделите этому внимание. Точно так же желательно, чтобы они работали в перчатках, прикасались к товару в перчатках, деньги брали в перчатках. Для того, чтобы не заразить себя никаким другим способом. Руками в перчатках неприятно себя касаться и это простейший трюк защитить, чтобы курьер сам себя не заразил и таким образом вызывал больше доверия. А очень будет обидно узнать тем, что медицинская маска тема становится менее популярной. Пик ее в Украине пришелся с 18 по 14 марта и сейчас маски есть уже везде и всюду. Уже эту тему не обсуждают. Сейчас уже маски шьют все, кто угодно. Например, вот эта масочка сейчас стоит вообще смешных каких-то денег, не каких-то баснословных сумм. Это многоразовая, ее можно стирать. Точно так же и одноразовые сейчас стоят, не так уж и дорого. Конечно, еще до сих пор есть спекулянты, которые на этом пытаются заработать. Но маски это уже пройденный этап. Спрос, как говорится, был удовлетворен предложением. На тот момент действительно спрос был выше предложения. И те, кто успел заработать, успели прославиться. Про них даже мы рассматривали в прошлых роликах. И мы рассматривали это и в подкастах эту тему, что действительно маски это то, некоторые, кто успевает прославиться. Поэтому следите за Google Трендами. Google Тренды позволят вам выловить вот эти вот маленькие особенности в вашем бизнесе, на что нужно уделить внимание. То есть, как вы видите, я потратил недолго времени и выяснил, что в маски сейчас инвестировать бесполезно. А вот, например, активно в самовынос, наоборот, сейчас выгодно. И уделить внимание курсам онлайн, самообразованию, образованию ваших клиентов. Формировать бесплатный контент, который они будут смотреть, для того, чтобы побольше узнавали о вас. Резюмируем, почему же действительно стоит вкладываться в SEO сейчас. На вашем сайте, помимо коммерческого трафика, есть же еще и информационный трафик. И следует помнить, что если вы будете сейчас уделять информационному трафику, ваш трафик будет безумно расти. Собственно, пример роста трафика по коронавирусу на информационном портале. Здесь, собственно, в одной статье от проекта SEO, они показывают пример роста трафика. Я буду показывать о примере нашего сайта. У нас рванул трафик просто мгновенно. То есть, если посмотреть, он просто рванул на пустом месте. И на самом деле, ну, мы смотрели, почему так, а на самом деле ответ просто. Люди действительно интересуются и начинают активно смотреть наш сайт, интересоваться, что у нас на сайте, какие у нас контент, какие у нас странички. И постоянно читают наши статьи. И таким образом, огромное количество новой аудитории действительно попадает на сайт. В нашей бизнесе, я считаю, это классный показатель, потому что люди читают, изучают новую информацию, читают статьи. И самое главное, трафик от этого только растет, а нашему сайту позиции только и растут. И поэтому, если вы будете уделять информационному контенту внимания, то, конечно же, вы вырастет. То есть, посмотрим следующее. Стоит ли инвестировать в маркетинг? Собственно, ответ такой простой. SEO будет и будет иметь влияние на ваш бизнес. Что бы вы ни делали по SEO, все равно результаты сработают даже в будущем. Вы это знаете, что если вы будете заниматься скоростью сайта, будете делать качественные ссылки на себя, будете писать качественный контент, избегать дублирования контента на своем сайте, обновлять существующий контент. Ваши позиции могут вырасти, и за счет того, что произойдет какой-либо кризис на фоне ваших конкурентов, вы можете резко вырваться вперед. Как раз сейчас кризис, это проверка действительно бизнеса на прочность, насколько они хорошо подготовились к изменяющемуся спросу на рынке. Вот, собственно, вторая причина, когда, собственно, возникает нехватка товаров и услуг, люди ищут решения в интернете. И если у вас до этого были оффлайн-конкуренты, сейчас бизнес их просто выключил. И это значит, что сейчас клиенты будут искать решение своих проблем онлайн. И есть шанс действительно, как говорится, поднять себя и привлечь внимание к своим услугам исключительно через интернет. И на это следует тоже обратить внимание. Третий пункт, это вывод из второго пункта. Коронавирус действительно это меньше конкуренции. Замедление экономики, это значит, что в других отраслях меньше конкуренции. Действительно умная мысль. Это правда. То есть закрытие некоторых компаний, снижение интенсивности будет вызывать то, что у потребителя будет меньше мест, куда обратиться. И это значит, что он, возможно, обратит теперь внимание и на вас. Как адаптировать свой контент к такой ситуации? Следите за новостями. Если какой-то бизнес закрывается, напишите статьи на тему аналоги такого-то бизнеса. Закрытие на что заменить? Где-то, то есть я раньше покупал здесь, где покупать мне дальше. Я раньше покупал такой продукт, где мне купить его аналог? Я писал статью на эту тему. Статья связана с кликабельностью. Я рассказывал про замену, допустим, аналога. А, даже это рассказывал в своем ролике, где SEO-стратегии, SEO для начинающих. Там есть стратегия, которая позволяет забрать трафик, когда умирает конкурент. То есть своеобразная такая каннибализация трафика конкурента, когда вы его забираете себе. И, собственно, мы на 100% уверены, пандемия пройдет и мир вернется к нормальной жизни. И у вас бизнес должен быть готов к действиям. Действительно умная мысль. Многие сейчас замерли и чего-то ждут. Но тот момент, когда они разморозятся, конкуренты уже нарастят ссылок, приведут порядок сайт. Наработают, собственно, уже сайт подготовят к открытию. Наладят контекстную рекламу, потому что на самом деле контекстную рекламу настроить тоже занимает прилично времени. Адаптировать ее после завершения кризиса нужно будет включить ее сразу. И желательно включить ее чуть раньше, чем включатся конкуренты. Заранее, чтобы уже застолбить за собой место. Все знают, что контекстная реклама обновляет свои показатели с интервалом в неделю. То есть, если вы целую неделю будете крутиться, а конкуренты нет. Что произойдет? Конечно же, вы будете забирать трафик. Даже яркий пример. Допустим, если мы хотим сейчас купить диван Одесса. Если мы вобьем этот ключ, что мы увидим? Мы, конечно же, увидим, очень странно, что мы увидим только отсутствующую рекламу. Практически выключенную рекламу. И увидим только в рекламе висит всего лишь несчастная розетка. Но стоит нам вбить, купить iPhone 11, так у меня все будет в рекламе. Просто все. У меня будет полностью все забито рекламой. Но при этом мы заметим, что в рекламе у нас будет совсем немного магазинов. Кстати, на удивление, очень немного. И если мы, допустим, вобьем этот же запрос в Винкомнита. Возможно, у меня стоят плагины. Да, все правильно. Так идет в Винкомнита. То мы увидим, что реклама по запросу действительно забита. И ее никто не собирается выключать. Айфоны будут покупать. И поэтому никто не хочет убирать себя из рекламы. Никто не хочет себя выключать. Если мы захотим действительно еще раз купить диван, допустим, в Одессе. То мы можем посмотреть, реклама по диванам работает до сих пор. Как они это делают? Как они их доставляют? Как они это делают? Им все равно. Они крутят рекламу, чтобы не уступить место конкуренту сейчас в выдаче. Чтобы удерживать качественный сетя, чтобы удерживать хорошую стоимость клика. Чтобы забирать себе. То есть вы видите, что даже диваны продаются онлайн, активно. И все держат этот рынок. Никто не собирается уступать. Если вы уступили и сидите на печи, и говорится, ждете с моря погоды. Конкурент займет вот это место. Он поселится вместо вас. И будет активно удерживать свою позицию даже на контекстной рекламе. Вы будете думать, я заплатил и зайду. Только весь нюанс, что вы должны понимать, как считается стоимость клика. Я в своем прошлом видео рассказывал, как считается стоимость клика. И она действительно зависит от CTR. А если CTR у вас нулевой, потому что вы только включили свою компанию. То у вас будет проблематично оценивание CTR. Он будет Google по своему алгоритму оценивать вероятный CTR для вашего компании и объявления. И может его оценить ниже. И таким образом ваше объявление будет показываться ниже. И его будут реже кликать. Вы должны быть к этому готовы, что стоимость клика может быть дороже на момент запуска компании. И может быть даже прилично дороже. И вы будете где-то здесь. А не здесь. Есть такая вероятность. Поэтому если мы говорится уйдем, то есть действительно, если посмотреть резонанс динамики клиентов в туристических направлениях, вот по статье действительно они падают. Они падают, но их не ноль. Они упали, но они есть. Это значит, что действительно клиенты могут быть. Поэтому вы должны сосредоточить свои усилия на то, что действительно даже удержать тех единиц клиентов, продать им какие-то туры, которые будут спустя приличное время. Сделать на них акции, сделать на них скидку, продавать их сейчас по более выгодной цене. Соответственно дальше. Понятно, развлекательные направления у них сейчас раш, они там онлайн развлечения сейчас просто шикуют. Они сейчас могут собирать все сливки. Ну и конечно же конкурировать друг с другом. Конкуренция сейчас выросла ожесточенно в этой сфере. Это не значит, что у вас попрут сейчас клиенты. Нет, если конкуренты сейчас усилятся на контексте. Конкуренты усилятся в социалках, в рассылочках. Будут работать с отзывами, будут работать на реддите, на аналогичных площадках там на вашей сфере бизнеса. Будут активничать в местных профильных площадках. Они могут забрать у вас клиентов и вы даже эти не успеете опомниться. И у вас будет плато, как и было раньше, а у конкурентов будет резкий рост. Поэтому однозначно, я бы так сказал, карантин это действительно очень такое необычная встряска для бизнеса. Каким-то бизнесом досталось на орехи, каким-то бизнесом карт-бланш для раскрытия. Но я так скажу, 80% клиентов, с которыми я часто общаюсь, они даже не готовы к изменениям и не готовы, не имеют стратегии, как правильно развивать свой бизнес, во что нужно инвестировать. И как правильно действительно вкладывать средства сейчас в этот период. Потому что мы не знаем, когда он закончится, но мы знаем точно, что он закончится. А когда он закончится, после войны, как говорится, после пожарища начинают прорастать ростки. И вот кто вырастет, тот, кто готовился, тот, кто бросил свои посевы. И посел, и по контенту, и заготовил рекламу, и, как говорится, подготовил почву для действительно буйного роста. После пожара всегда будет буйный рост, буйный рост экономики. И действительно, вот этот кризис действительно выбьет многих старых закорузлых конкурентов и вобьет новых, введет новых. Не забываем подписываться на наш канал, нажимаем, конечно же, на подписаться, на колокольчик. У нас есть подкасты, я веду словарь SEOшника, я веду много других тем по подкастам. Также мы будем рады видеть нашим телеграм-канале. Я там публикую такие чек-листы, вот недавно опубликовал инструкцию, как правильно отобрать SEOшника. Не забываем на все это подписываться, я буду только рад и до новых встреч!